окей привет всех кто нам присоединился и те кто будет смотреть в записи у нас сегодня некоторое особенное учение есть некоторое традиционное учение которое проводят в ночь перед ушаны раба что такое ушаны раба посмотрите кто-то не знает погуглите в общем каждый день а вот арсланта замечательный каждый день в начиная с праздника субкот есть такая процедура ушана с арбами ним обходят синагоги то как бы бома делает такое окружение и все повторяющиеся слова ушана 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 отсюда кстати не еврейское слово осана не имеющие как бы по смыслу отношения ушана это спасать вот а завтра последний день вот этих холямоидов из них трассу и которая называется ушана раба то есть там много расходе много текста читает а в ночь перед этим есть некоторое специальное учение которое называется учение в ушана раба ну вот и как бы объяснить что мы выбрали мы в последнее время читали книжку рабаури шерки бодмуэт которая посвящена праздникам он следил за нами он понимает более-менее как бы тематику и там первая статья была посвящена хагетти шерезе то есть как бассейным праздником и вот сколько раб шерки обращается ли обращался к аудитории которые как бы образованные в отличие от меня нас вот он часто цитирует классические источники которые у людей на слуху в том числе мишну росшана ну вот и мне в какой-то момент пришла в голову такая идея что может было правильно параллельно с рамшерки действительно посмотреть мишну росшана желательно с комментарием вот есть такой известный комментарий рао пинхас кеате довольно современный комментарий насколько я понимаю вот я в свое время будучи в в такое некоторое заведение которое назывался мана выпускал литературу для репатриантов вот и мы сдавали серию переводов именно этого издания мишнает с комментарием кеате в том числе и вот росшана это то чем я предложил сегодня заняться ну как бы народ согласился поэтому сейчас я сделаю вам шерп того что я отсканировал окей сейчас вы должны видеть правильно да да видим вот они арслана нас читают насколько я понимаю если есть еще люди которые хотят активно участвовать а именно читать пожалуйста скажите соответственно будем по очереди читать окей я вот единственное что это обращение как бы ко всем как правильнее сделать этот комментарий он на самом деле довольно много места занимает вот поэтому может быть имеет смысл сначала просто прочитать ну сколько-то мишнает например первую главу сами мишнает без комментария потом начать разобирать с комментариям я умеет умеет что иначе мы как бы за за замкнемся на первой мишне и далеко не уйдем хорошо окей тогда будем читать просто как бы мишнает самый мишнает и кого быстренько переводили потом вернемся к началу ну и сколько успеем почитаем киат правильно такая идея ну хорошо начинаешь так настоящий трога шанап и если возьму только указ может как будет удобно сейчас без сады домой ну честно не знаю что не дадут цвет выбрать никак не важно а вот сейчас дал сейчас выхаждаю указ тогда возьми ну хорошо вот все окей я тогда буду по строчкам потому что мы сейчас находимся здесь да ты видишь правильно ну хорошо арба рашей так хорошо это начало так арба рашей шаним гэм бээхад бэнисан рош ашана значит четыре как бы существует четыре четыре отчета четыре начат четыре начала годов или четыре отчета годов существует бэхад бэнисан первый вот этот вот роша шана первый отчет года годов он в ниссане ну да то есть как бы еще до до пинхаса криати до как бы ныряния в настоящий комментарий как бы общий смысл такой что у евреев как обычно не все как у всех поэтому в отличие от одного нового года есть аж четыре нового года эти каждый новый год он соответственно привязан к чему-то окей итак начинается первый бэхад так бэхад бэнисана первый в ниссане рошана первое начало года вот это вот рошана первый в ниссане это ну как бы рошана начало ну отсчет годов как бы для царей и для праздников правильно имеется ввиду для царей имеется ввиду что ну вот во царении сколько лет царство правильно правильно замечательно дальше так бэхад бээлуль рошана лэ маасэр а в первое луле это роша шана для маасэр для отсчета видимо это бэбэ бэгима маасэр бэгима то есть отсчет ну как это десятина для скота маасэр скота есть такое понятие маасэр это десятина действительно то есть каждое десятое нового приплода или как то что-то типа этого да она должна приноситься храм окей ну там много всяких было там в течение семилетнего цикла много было нужно было продать давайте именно вот ему на маасэр для храма для отдельно для коэнов отдельно для бедных еще кому-то в общем сложная была такая так рабе лезер а да но важно что все это отчитывается перешвее нет подожди будет почему перешвер боихад бэлул ну да правильно лет назад робе лезер раби шимон омрим, баяхат батишрей. А раби Леза, раби Шимон говорили, что первого тишрея. Да. Баяхат батишрей рошашана лешаним в... Так, значит, это первого тишрея рошашана лешаним. Лошана для годов. Да. Года рассчитываются. По рабе Лезу, да. Первого тишрея. Правильно. Так, лешаним, волны, а шмитин. И для вот этого вот тот называемый... Для счетов годов шмиты. Семилетний цикл. Семилетний цикл шмиты, правильно. Если, пожалуйста, если у кого-то есть... Сейчас, спроси, секунду. Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Я надеюсь, что у нас будут ответы. Во всяком случае, если есть что-то непонятное из того, что мы говорим, слова непонятные, выражения непонятные, еще чего-то, пожалуйста, пожалуйста, прерывайте и спрашивайте. Окей, дальше. Так, значит, этот вот первый тишрея, это первый тишрея, это начало для годов, для шмиты, ле ювелим, для ювелот, ну, ювей для ювелим. Ювелот это ювелим, соответственно. Семь раз по семь, это 50-й год. Семь раз по семь, это ювелийный год. Ну, когда русское слово ювелим, это вот именно от слова ювелим. Да. Ле не натия, ле иракот. Так, 這я не знает, что такое, а на parleюкот... Детяя это посадки. А, посадки. А ле иракот это... Да ле иракот это сажать. Ле иракот это сажать. Точно, на то, точно саженец. Так. Интересно, если без айна, да, не могу удержаться, без айна. На тея. На тея это наклонность. Наклонность, склонность так дальше. Ладно. Ле иракот, ле иракот это что-то типа овощи там. Ну да, да, для овощей. Шват, вот еще один месяц, теперь уже шват, четвертый. Шват, бейхат, бешват, рошшана, это что у нас, какой будет рошшана? Лейлан, это для плодовых деревьев. Это первый шват, рошшана для плодовых деревьев. Кадиврей, бейт, ша, бейт, ша, бейт, ша, бейт, ша. Это так говорит, бейт, шамай, правильно. По тому, школа Шамая, по мнению школы Шамая. Да. Бейт, гейлель, омрим, а школа гейлеля говорит, бахамеша асарбо. А школа гейлеля считает, что это 15-го, это не первая швата, а 15-го швата. А у нас по гейлелю, поэтому 15-го до сих пор, 15-го швата, подожди, какая у нас, а, подожди, а когда у нас этот месяц, как называется, праздник-то для этих? Тубешват, тубешват. Да, тубешват, вот, это он и есть, тубешват. Да, да, да. Ну, они все разные философские подходы, насколько я помню, правильно? Один считает, это как бы отражается, и, видимо, здесь также такой же подход, первого швата, левого 15-го года. И, наверное, в хануку что-то похожее, да? Зажигают сразу 8 частей, 8 свечей потом по одной отнимают, либо зажигают, как мы зажигаем, по одной и потом добавляют. По-моему, это одна и тащая. Да, школа шамая считала, что она сначала зажигает все 8, а потом по одной добавляет. Да, да, да. Поскольку лоха идет по гейлелю, значит, это не зашло. Да, 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 да. Так, значит, так. Вторая бешка. Так, вторая бет, да? Барба прокин. Ау-Лам? Не до, не до. Так, в четырех частях, как это, судится, что ли, получается? Мир судится в четыре части или по четырех частях? Ну, я думаю, Барба прокин, это, знаешь, как говорят, теперь есть сэр, это Барба прокин. То есть, Лавдель, да, есть киносериал из четырех серий. То есть тоже, как бы, получается, четыре серии. Четыре через серийные. Ну, либо книга, например, про Пэрок, это глава. Здесь, как бы, здесь, по-видимому, такой перевод, такой четыре момента времени, судимый мир судимый. Здесь четыре определенных времени, когда судится мир. Так, Бэ-Пэсэх, а-ля Твуа. Так, Пэсэх, вот что такое у нас, что это получается у нас? Твуа – это урожай. В данном случае имеется в виду урожай пшеничных, то есть, зерновые по-русски это называется. Да? Да. Бэ-Ацэрэд? Бэ-Ацэрэд, аль Пэрот Айлан, значит. Только не Пэрот, Пэрот. Пэрот. Пэрот – корова. Пэрот – это сухая. Немножко разница, немножко разница. Небольшая. Не сухая. Ну, хорошо. Бэ-Ацэрэд. Такая Ацэрэд – это будет дальше, будет понятно. Значит, Ацэрэд. Ацэрэд – это, типа, остановка. Да, ну, сразу скажу. Говорит, Ацэрэд – имеется в виду Ацэрэд. Это языком Торы, так говорится, праздничное собрание. От слова «дла Ацор» – останавливаться. То есть, как бы, останавливать нормальный жизненный ритм. И работа не делается, это называется Ацэрэд. Вот, например, у нас праздник, да, послезавтра, правильно? То есть, завтра будет Телушанараба, а послезавтра начнется праздник, который будет называть Симка Тора или Шмини Ацэрэд. Шмини Ацэрэд. Шмини – восьмой день. То есть, как бы, это уже не сам сухой, а это восьмой день. Начинаю отчитываться с праздника сухой. Тоже называется Ацэрэд. Здесь имеется в виду Ацэр одно другое. А именно, что вот. Про что? Так, значит, в Ацэрэд, так, в Ацэрэд, плоды и фруктовые деревья. Овощи и фрукты. Ну, там были такие магазины в России. Овощи и фрукты, наверное, такая осталась. Да нет как-то. Нет таких магазинов овощи и фрукты? Бог родной. Да нет как-то даже. Вроде нет. Магазины там, магазины там все. Там все сейчас. А, да, были магазины овощи и фрукты. Ну, хорошо. Специально, ну, что-то. Маленькие-маленькие. У нас есть овощи и фрукты. Вот, да. Вот, вот, Лена говорит, у нас есть овощи и фрукты. Бессада. Окей. А у вас это где? У нас в Ацэрэд. Это Романта Шароне. Романта Шароне, да, замечательное место. Маленькие лавочки какие-то. У нас не маленькие. У нас не знаю, где овощные лавочки, по-моему, овощные лавочки. Маленькие-маленькие какие-то магазинчики есть, где именно торгуют именно фруктами овощи. Ну, хорошо. Окей. Ну, что, Доргамур, ностальгия. Идем дальше. Барошшана, коль баэл. О, вот, 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 вот. Это сейчас фраза, которая навела меня на том, что надо было читать. Каждый. Коль баэлла, оврин, лэфанав, кивней мадон. Марун, да. Марун, вот. А в Рошшана каждый приходящий в мир, ну, каждый, имеется в виду, каждый человек, проходит перед ним, ну, видимо, перед Всевышним. Кивней марун. Ну, вот, как стадо перед пастухом. Там есть много комментариев, мы посмотрим, но общая идея такая, что... Вот это вот, кстати, эта фраза, ее цитировал Раф Шерке в книге, в статье РКГ Тишрей. И там была идея о том, что празднование в Тишрей заимствовано у народов мира. Что вообще в Древнем мире были приняты в Тишрей по осени считать новолетие. И, как бы, вот эта вот идея была, что еврейский календарь в каком-то смысле заимствовал у народов мира празднование новолетия в Рошшана. Но при этом, как бы, осветил его, подняв до идеи о том, что в Рошшана происходит суд над всеми. И вот приводилась эта фраза, что это не только про евреев, да, а это про всех, как бы, живущих в мире. И вот эта вот фраза навела меня идею на том, что очень правильно, наверное, все-таки поучить Мишну для того, чтобы понять, как бы, откуда вообще все это идет. Но здесь, мне кажется, интересно, что по-русски это трудно, ну, как бы, перевести. Видите, здесь написано «Коль Баэ Олан», а здесь написано «Ов Рим». То есть, соответственно, все, да, смотри, так, в Рошшшана, в новолетие, да, все приходящие в мир проходят перед ним. Но перед ним с большой буквы, да. То есть, соответственно, приходящие в мир, а с другой стороны проходят. И это, как бы, мне кажется, такая движуха получается. Они приходят в мир, а потом они все проходят. И проходят перед ним, то написано «Мне Марон». Ну, вот мы будем почитать комментарии, будет написано. Один из комментариев... Что-то я не понимаю, вот он у меня пропал. Я что-то моська, что ли, перелез. А, «Мне Марон», «Марон» от слова «маром». «Маром» – это высота. То есть, вообще, идет про нее, типа, голландские высоты. Там, где пастух, он в определенное время прогоняет все стадо и ставит свою, как бы, ну, палку, жезл, не знаю. И они все проходят, и он их считает, кто новородившийся. И он должен от них считать Моасер, да. А кто, как бы, уже эти. Он, как грубо говоря, он всех считает. И в каком-то смысле здесь, как бы, вот такая метафора или образ, что все живущие в мире, они проходят перед Создателем, как вот, ну, типа, эти овцы, бараны, ягняты, как угодно. И он их тоже всех, как бы, ну, не пересчитывает. Но, во всяком случае, он их оценивает, их деяния и так далее. Вот они все перед ним проходят. Но здесь вот важно, что... Что-что? В русском такая пословица, если цыплят по осени считают, ну, может... Да. Ну, или это связано с тем, что здесь люди, которые занимаются... Нет, ну, нет, ровно, нет, другое. Цыплят по осени имеется в виду, что осенью будет понятно, как сколько у тебя приплода, потому что их этих цыплят, их воруют там и коршу на всякие там вот таскают, и они умирают. Значит, вот когда осень придет, они, знаешь, у тебя вывелись, только осенью будет понятно, сколько у тебя приплода. Ну, хорошо, но все равно где-то это связано, опять же, с Тишрем, правильно? Что как бы вот этот вот пересчет происходит... Ну, да, кстати, в днепре в России, в России до Петра Первого, первого сентября был новолетие. Новолетие. Кстати, церковный календарь до сих пор считает Первого сентября новолетие. Ну, правда, это, скорее всего, это наоборот, это взято именно из еврейского календаря. Скорее всего, это обратное заимствование. Это взято именно на евреях. Окей. У меня такое подозрение. Ну, хорошо, Шенеймар. Теперь нас отсылают... Шенеймар, ну, это цитата будет некая. Да. Так, так, цитата, это у нас Таилин. Это Таилин у нас. Да, вот тут такая очень красивая фраза из Таилин. Так, айоцеры эхад лебам, амибэйн эльхоль амасэйгэм. Ну, как бы создавший сердце, создавший сердца их, он знает все их деяния. Ну да, вот здесь, мне кажется, айоцер понятно. Айоцер – это как бы производящий, создающий. А вот это интересно. Яхад лебам. То есть, как бы создающий действительно... Единство или ледино. Создает, вот по-русски перевод такой красивый написан. Создает сердца их разом. То есть, это означает, что все их сердца, как одно сердце перед ним. Слушайте, здесь написано лебам. То есть, лебам – это их сердце. А потому что, если бы это было их сердца, было бы лебэ. Лебам – одно сердце. То есть, как бы они все, несмотря на то, что они, каждый из них, это отдельно, они все перед ним приходят, но он их всех видит, как будто как одно сердце. Вот такой красивый образ, да? Айоцер – яхад лебам. И поэтому, поскольку он их всех создает, как одно, из этого какой вывод? Амэвиналь – коль маасэ. Он, соответственно, понимает все их деяния. Потому что он их всех создал, как одно. Ну, дальше будет комментарий, но, по-моему, идея такая. Дальше. Убэхак. Убэхак Медоним Алямай. Медон, да. Убэхак. А в праздник получают приговор о воде. А, Медоним Алямай. А вот так вот. Хак, я думаю, это Хак Суход. Это у нас сейчас. Суход там был обряд черпания. Да, да. Симхат Бейташиева, правильно. И этот самый, ведь в Мусафе, Мусафе Шминяцарет Симхат Тора, переходит с Муридаталь на Дешим. На молитву, да. Начинается с дождей, а молитва о дожде. Да, 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 да. Ну, хорошо. Перейдем к Арслану, да? Нормально? Да, пускай Арслан почитает. Вот Мишнагима. Аль-Шиша. Аль-Шиша, Парашим, Хашлухим, Йот-Сиим. Йот-Сиим, да. Йот-Сиим, ага. Аль-Шиша. Давайте переведем, давайте переведем. На третий месяц. Ну, Аль в данном случае это ради. Ради шести месяцев. А, ради шести месяцев. А Шлухим? Шлухим это посланцы. Лиш-Шалех это посланцы. У Хаббада очень принятые. Шлихим, шлихим, шлихим. Шлихим это от слова Лиш-Нох посылать, правильно? А Шлухим в данном случае это посланцы. Посланцы выходят. Вот и как Арслану перечисляют. Какие? Аль-Нисан. Аль-Нисан. В Нисане по поводу Песаха, да? Из-за Песаха. Аль-Аф. Мифней Хатаанит. Ну, да. Аль-Илуль. Давайте переведем по кусочкам Аль-Аф. Мифней Атаанит. В Аве. Аве. Ну, вы, наверное, имеете в виду Тишаба Аф, я думаю, да? Мифней Атаанит. Из-за поста. Дальше. Аль-Илуль. Аль-Илуль Мифней Рошашана. Да. Ну, на месяц Илуль перед Рошашана. Правильно. Аль-Тишрей. Аль-Тишрей. Аль-Тишрей Мифней Ха-Канат. Ха-Муа-Дим. Аль-Тишрей Мифней Ха-Канат Амуа-Дим, да. Муа-Дот. Муа-Дот, правильно. И вот еще одни выходят из-за Радики Швея, да? Из-за чего? Ну, как бы перевод такой, из-за необходимости определять даты. Ну, вот, Муа-Дот, Муа-Дот, это как бы... Будут определенные времена. Ну, времена, периоды, даты, праздники, да? Такана – это слово Летакен. Летакен – это с одной стороны управлять, а с другой стороны Леткин, Леткин. Это устанавливать. В данном случае, это Радики Швея, за необходимостью определять даты праздника. Дальше. Аль-Кисло... Аль-Кислоэф? Аль-Кислоэф, Мифней Ха-Канук. Ну, вот, в Кислоэе, понятно, по поводу Ха-Кануки. В Аля-Кислоэ... Аль-Кислоэф, Мифней Ха-Пурием. Понятное дело, а в Адаре по поводу Ха-Курием. Перепонимом. Да. Векиша Хая. Да. Хамикдаш Каям. Да. И как было бы... А нет, а когда храм существовал? А когда храм существовал? Вейоц... 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 Аль... Аль... Айх... Их... Юцин, Аф, Аль и Яр. И Яр, Месяц и Яр, да? Мифней Песах. И Песах Катан. Катан, ага. Из-за малого и... А когда бы... И по-настоящему был даже... Перед Песахом... Выходили также и в Месяц и Яр. По поводу Малого Песаха. Ну, я так думаю, что это Песах Шене. Ну, была идея... Если я не ошибаюсь, это про Песах Шене. Идея тем, что те, которые были нечистые в праздник Песах... Помните, история была, когда выходили из Египта? А, и переносилась на другие... Да, и те, которые были нечистые в это время, они как бы пришли к Моше и сказали, что... Ну, а что же с нами? Чего же мы не можем как бы этот самый Песах праздновать? Потому что мы были нечистые. Тогда у нас становится... Есть еще один Песах... Песах Шене. Вот я думаю, что это вот это. Окей. Я надеюсь, я не ошибаюсь. Окей, дальше. Мишна четвертая. Альшней Хадашим. Альшней Хадашим. Михалелин. Это Шаббат. Правильно. Ну, тут ради. Ради двух месяцев. Ради второго месяца. Нет, ради двух месяцев. Ради двух месяцев Михалелин. Михалелин это нарушает. Нарушает Шаббат. Правильно. Альнисан. На Нисан и на Тишвей. По поводу Нисана ради Нисана и ради Тишвей. Почему? Шабахен. Хашлухин. Йоцин. Лесурай. Правильно. Потому что в них, вот эти два месяца, в Нисан и Тишвей, выходят кто? Басланцы. Куда выходят? Лесурай. В Сирию вообще-то. В Сирию. Да, в Сирию. У Баген, Митакмин и Муадон. Митакмин и Муадон. И по ним, по ним устанавливают, устанавливают даты. Устанавливают времена. Ну да, даты, в смысле даты праздника. Нам пока не очень понятен, как бы, ну мы понимаем слова, но не понимаем сто процентов смысла зачастую. Но потом мы будем читать комментарии, мы это поймем лучше. Хорошо? У меня такая идея. У Шехая будет Хамикдаш, Каям. Михалелин Афаль Кулан. Да. Михлей Хаканат. Хаканат, да. Хакарбан. 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 Ну и опять У Шехая будет Микдаш Каям. И когда было священное существование. Нет, когда храм существовал. Когда храм существовал, Михалелин. Ну опять нарушали. На холлере это нарушали. Нарушали, да, уже. Нарушали. Нарушали. По поводу всех. Нарушали ради всех месяцев. То есть вообще какие-то месяцы нарушали. Почему? Микдаш Канат Акарбан. Из-за необходимости определить дату жертвоприношения. Ага. Окей. Возвращаемся к Ане. Хорошо? Да, да, да. Да, да, да. Ань. Да, да. Пятая Мишна. Так, пятая. Бэйн Шэнер Э. Бэй Алиль. Бэйн Шэлонер Э Бэй Алиль. Между тем, что как бы очевидно. Явно видно. И между тем, что не очевидно. Вот что ты делал. Да. Вот этот бэй Алиль. Интересно, что это отсюда. Это, конечно, пришло изменить, что в современной власти тоже вполне как бы бэй Алиль. Всегда, когда человек говорит, то он вполне может быть. Ну, может быть, не в простонародной речи, но в самом деле, когда там радио или что-то такое, то вполне можно сказать, участвовать слово бэй Алиль. Зэ муван как бы бэй Алиль. То есть это очевидно либо не очевидно. И вот видно, что бэй Алиль, это вот отсюда. Бэй Шэ Нераба Алиль, бэй Шэлонераба Алиль. Очевидно и не очевидно. Безразлично, был ли виден ясно, был ли виден не ясно. Я думаю, что еще про месяц, был ли виден или был ли виден. Ну да, вот это так. Михаллин, Аллах, это шаббат. Рабиософ, Русы, Брюософ, Рабиософ, Рабиоси, Ярабиоси, Омер. Им Нирэ, Бэалин. Им Михаллин, Вэал. Аллах, это шаббат. Интересно. Да, я думаю, что весь этот шаббат связан с тем, что они должны идти. Я думаю, что я правильно говорю. Они должны выходить. Нарушают шаббат, если, значит, Рабиосик говорит, если виден явно, не нарушают шаббат. Может быть, имеется в виду, что какая-то месяц имеется в виду на какой-то новом месяце. Виден хорошо, либо виден нехорошо. А они должны быть свидетеля. Два свидетеля должны пойти в Бейдин и сказать, что мы видели... Я думаю, что нарушение субботы связано с тем, что они должны выходить в твоту за разрешенный тхун. За пределы, да, разрешенное расстояние. Да, то, что называется тхун. И поэтому они как бы нарушают субботу. Но поскольку это очень важно, они должны выйти и нарушить ради того, чтобы правильно определить даты праздника в этом месяце. Вот мне кажется, это правильно. Мне тоже так кажется. Да, мне кажется, что это правильно. А чего еще это? Окей. Да, шестая. Да, шестая. И переводят просто однажды. Это, наверное, правильно. Однажды шли сколько? Сорок пар. Правильно? А в Руи, в церкви, шли более, чем сорок пар. То есть видела дикое количество людей. Больше, чем сорок пар. Ага. В современном рейтинге, естественно, да. И кволы, хакера задержали для допроса в полиции, например, да. Ну, вот здесь то же самое, да. Ваикван. Их задержал. Вот этот Нун, это их, правильно? Ну, да. Вот этих, которые вышли сорок пар. Вот эти сорок пар. Их задержал кто? Рабиаким. Рабиаким задержал. Рабиаким задержал. Кто задержал? Ну, не знаю, зачем. Ну, Луд. Город Лод. Луд. А, Белод. Все, в Лоде. Так. Так, все понятно. Белод. Шалах лорабангамлили. Им меакеф. Меакеф, так. И что-то послал его или послал его? Ну, да. Послал ему. То есть послал сообщение, наверное. Послал ему сообщение. Рабангамлили. Что он ему сказал? Имата. Как там было? Имата меакеф. Да. Им меакеф. Им меакеф. Ата. Эт. Арабим. Интересно. Меакеф. Это, типа, следователь. Типа. Если задерживаешь многих. Но их было больше сорока пар. Правильно? И задерживаешь много. Арабим. Немцета. Махшелан. Махшелан. Титлаву. Если ты задерживаешь многих. То есть, если ты сейчас взял и вот всех их задерживаешь, да, то из этого выходят, из этого выходят, да? Махшелан – это слово михшоль, препятствие. Препятствие для будущего. Я думаю, смотри, я думаю, идея такая, я не читал комментарии, я не читал комментарии, что если ты сейчас задерживаешь людей, то есть, говоришь им, не даешь им выходить, то в будущем они выходить никто не будут. И таким образом ты ставишь препятствие на будущее. На будущее люди не будут выходить. Почему? Потому что они знают, что их будут задерживать. Мне кажется, такая идея. Окей? Ну, посмотрим, что будет в комментариях. Да, посмотрим. Да. Мечта? Так, да, теперь седьмая получается. Ну, да. Так. Аф, Увно, Шарауй, это Ходыш, Ильху, О, Шемиц, Матторифин. Да. Зэ, имзэ. Так, отец и сын, которые видели вот этот месяц. Ильху, пошли, ло, Шемиц, Тарихин. Куда, что же они такое сделали? Митторифин, присоединяться. А, Шемиц, Тархин, пошли или присоединились к друг другу или один к другу. Или друг с другом. Ну, ладно. Аф, Увно, Шарауй, это Ходыш, Ильху. Ильху, ло, шемиц, Тарфин, зэ, имзэ. Пошли, не присоединившись друг к другу. Ну, да. Мне кажется, сейчас, мне кажется, вся проблема в том, что... Ну, это арамейские. Зачем должна быть такая необходимость нарушать в субботу, чтобы шли двое? Должны быть два свидетеля, правильно? Да. Всякие варианты. Вот отец и сын, которые видели Ходыш, в смысле, которые видели Новолуния. Как бы это по-русски серб, правильно? Они видели серб. Они должны идти в Бэддин и заявлять. Окей? Почему? Потому что новомесячье, оно по двум свидетелям. Вот они, значит, пошли. Теперь дальше. Они идут не по причине того, что они присоединяются один к другому. Не для того, чтобы они обнились... А для чего? Эла? Не лоша им. И постель их обмен. Ну, что если, как это, осквернится, получается. Ну, 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 ну. Не действительно. Мне кажется, непригодным. Непригодным один или нет? То есть будет свидетельство, которое не будет удовлетворять рабоним. То есть он будет как-то описывать на первый месяц. Нет так, как правильно его описывать, какой он должен был быть. И тогда он будет пасуль, например. Скажет, что, не знаю, видел его в облаке, либо там не видел там края его. Я не знаю точно. Но надо такая идея. Один из них будет пасуль. Тогда ицтареф, ашени и махер. Так. Ицтареф, ашени и махер. Тогда присоединится второй... Второй с кем-то другим. Ну, пока мы более-менее понимаем абрис. Да, дальше. Рабиш и монамэ. Рабиш и монамэ. Аф в но. В холь. Акрувин. Да. Так. Кошерин. Кошерин. А, Кошерин. Я имею в виду Кошерный. Вот так, наверное. Кошерный, да. Лейдут. Аходыш. Так. Ирабиш и монгава сказал. Отец и сын. И все, Коль Кровин, и все как бы близкие. Имеет в виду родственники, что ли. И каждый родственник. Ну, Кошерин. 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 Каждый. Все близкие Кошерные. Лейдут. Аходыш. Для свидетельства. Для свидетельства месяцев. Наверное, есть разница с точки зрения Аллахи. Или может быть разница, когда между свидетелями есть родственная связь. Ну, он просекает из-за того, что сын говорит так же, как отец. В общем, грубо говоря, они не независимы, потому что между ними есть родственная связь. Вот Раби Шимон говорит, что они Кошерные. Все родственники. Близкие родственники. Пускай даже родственники, ничего страшного. Ничего страшного. Да, он говорит, что Амар Раби Йоси. Амар Раби Йоси. Маосе Бутурья Арофе. Так, Маосе. Что там случилось с ними? Деяние. Ну, опять, Маосе вот однажды. Нет, однажды. Однажды-то хорошо. А, Маосе-то однажды. Ну, вот однажды будет такое дело с этим врачом, который в Бутуре. А, Руфе, а, врач Тови. Вот так вот. Да. Шараа, это ходыш, вырушалаем. Гу, вно, вы, а вдо, мэшукран. Он и сын его, и какой-то освобожденный раб, по-моему. Правильно, освобожденный раб. Тихо, вольно отпущенный раб. Вольно отпущенник, правильно. Да. Вэкиблу, акуаним, он то, вэдбно, уфасло, это авдо. И взяли, и приняли коины его и сына, а забраковали, а раба забраковали. Ну да, почему, по-моему, дальше? Я думаю, что это все из-за того, что между вот этими перечисленными, между ними есть некоторые внутренние связи. Они не сто процентов независимы друг от друга. Может быть, почему? Потому что раб, он, хоть он вольно отпущен, и он привык говорить то, что ему говорит его хозяин. Может быть. Ну, конечно. Ну, наверное, да. Бог да. Ну да. У кше бау лифны бэддин киблу то вэдавдо уфасло это вдо. А когда они пришли, пришли, когда в бэддин приняли от него это араба, а забраковали. А сын, наоборот, как бы послал. Почему? Посмотрим дальше в комментариях. Окей? Ну, вот мы уже, на самом деле, хорошо идем. Мы уже дошли до восьмой мишны, правильно? Да, вот восьмая мишна. Перейдем к Арслану, хорошо? Да, конечно. Арслан? Да, и здесь. А вот какие являются некошерные? Кого после им? Какие непригодные люди? Элу, хэн, ха, пэсу, пэсулин. Пэсулин, пэсулин. Но есть те, которые ответные. Не годятся, ну, как бы свидетели. Речь вот, мы все время про свидетели. А кто не годится свидетелей? То есть какие вообще люди, такие подозрительные типы, которые не годятся свидетелей? Какие, например? А Мишахек? А Мишахек бекубия. Бекубия? Ну да, играющие в кости. То есть кто-то, кто игрок в кости, игрок в кости, они считаются некошерными, потому что они, в общем, я думаю, их профессия связана с постоянным обманом. У меня такое впечатление. Вы когда-нибудь видели? Нет, наверное, даже не профессия, а между человеком, который в азартные игры играет. Ну, потому что он, блин, еще и обманывается. Ну, подозрительные типы. Ну, какое-то увлечение, какое-то такое, ну, не... Ну, да, ну, некошерные типы. Некошерные. Некошерные. Ну, некошерная. Некошерная профессия, грубо говоря. Ну, некошерная профессия, может быть, он просто в свободное время развлекается, но в любом случае неприлично. Ну, да, дальше. И кто еще? Мелове барабия. Мелове барабит. Тот дает деньги в рост. Ростовщик. Ну, Ростовщик тоже считается непригодным, потому что тоже считает, но нехорошим делом занимается. Сказано, что в рост вообще нельзя давать. Дальше. Ума фричей. Правильно, молодец. Йоним. Йоним. Ума фричей. Ну, да, запускающий голубей. Голубей, да. Ну, да, то есть как бы люди... То есть голубятники. Голубятники тоже почему-то считаются, что они, в общем, не слишком кошерные. И я не знаю, почему, но, наверное, в этой микропрофессии что-то тогда было связано с тем, что, в общем, они как бы... Что-то с этим не то. Окей. Чему пойдем дальше? Вы сухарей шевиит. Да, и эти торговцы, которые торгуют шевиитами. Ну, то есть, наверное, плодами седьмого года. Они тоже считаются, в общем, нехорошими людьми. Окей. И дальше. И... Да. Ваабарим. Ну, да. И рабы. Абадзин. И рабы, Ташем. Ага. Зе хахалаль, коль, идут шеэйн хаиша. Да. Кширала. 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 Хахалаль. И пустота всего... Не-не-не-не-не. Зе аклаль, зе аклаль. Это всегда общая зачинка. А вот общее правило. Клаль – это общее правило. А вот есть некоторое общее... Теперь дается некоторое общее правило. Что нет женщины. Эли шах Ширала. Всякое свидетельство... Всякое свидетельство, которое не принимают от женщин. То есть, грубо говоря, в котором женщина не кошерна по отношению к нему. Или, говоря нормальным языком, которое не принимают от женщин. То есть, есть и свидетельства, в отношении которых известно, их от женщин не принимают. Не знаю, в чем здесь эта дискриминация заключается, в кавычках или без кавычек. Не знаю. Я не знаю, какие свидетельства, которые не принимают от женщин. Окей? На самом деле, есть некоторый ряд свидетельств, которые от женщин не принимают. Так вот, по отношению к этим свидетельствам... Также не принимают от них. От них, я думаю, что от этих перечисленных выше. Вот этих всех, вот этих вот... Те, которые в кости играют, там голубей пускают, еще, еще, еще. Вот, есть некоторое общее правило, что все свидетельства, которые не принимают от женщин, вот от этих тоже не принимают. Какой в этом смысл, мы посмотрим дальше в комментариях. Пока не очень понятно. Дальше. Мишера. Мишера – это хоходыш, вейно, яхоль, лахолех. Лехолех. Ну, лехолех – это, в общем, это такая немножко архаическая форма от просто лалеха. Тот, кто видел хоходыш, правильно? Тот, кто видел месяц. Тот, кто видел месяц и не видел всего, что... Вейно, яхоль, и не может что делать. Не может идти? Не может идти, да. Тот, кто видел хоходыш, должен идти. Человек не может идти, правильно? Ну, человек, например, там ноги болят, не про нас будет сказать. Колени болят, не знаю. Мозоли на ногах. За нее некоторая двигательная проблема, правильно? С мотором. То есть, идти как свидетель... Что? Идти как свидетель до суда, чтобы... Ну, да, он не может идти, физически не может идти. Что с ним делают? Молихин? Молихин? Молихин вот то. Молихин вот то или хамор. Ну, и тут наследие. Составляют форму, да, молихин. Ну, да, вот эта форма. Лалехет – это человек сам идет своими ногами. А леолих, леолих – это активная форма. То есть, не он идет, а его ведут. Ну, или можно по-русски сказать, его доставляют на осле. Афилу? Афилу бемета. Да, афилу бемета. Мета – это кровать, но в данном случае это как бы носилка. Его несут, его доставляют на осле. А если осла нет, то, значит, несут на носилках. Дальше. Суде – правильно, от слова цаэт. Что такое цаэт? Цаэт – это, как это называется? Охота. Цыда – это преподавание. Цуде – это те, кто их подстерегает. А если их кто-то подстерегает? То есть, они опасаются, что в дороге могут быть какие-то разбойники, которые будут их подстерегать. Что тогда делают? Локхин? Локхин би адам. Маклот. Ну, да. Берут в руки кого? Ну, палки дословные, посты, наверное. Ви им хайта дэрэх рэхлока. Да. Локхин би адам. Мезонот. Мезонот. Да. Ви им хайта дэрэх рэхлока. И даже если будет… А если дорога была, ну, как бы, долгая, дальняя, да? Локхин би адам мезонот. Они берут в руки мезонот. Пищу что-то? Ну, мезонот – это, как бы, еда, пропитание, в общем. Запас еды. То есть, ограничивают пиво в еде, что ли, в смысле? Что-что? Нет. Ну, как бы, тут всякие условия, каким правильно, как правильная процедура, вот, отправление этих свидетелей, посредством которых определяют новомесячие. Правильно? Вот тут разные ситуации. До этого Мишна была, которая рассказывала, какие псулины, то есть, какие непригодны. А сейчас, говорится, общая ситуация. Как правильно отправлять? Если человек не может идти своими ногами, его сажают на осла. Нет осла – они сут на носилках. Если боятся, что будут враги, значит, берите с собой палки. То есть, мне кажется, что это на тему, что очень важно, чтобы люди дошли до Бейдина. Очень важно. Поэтому наставляют и говорят, как это надо правильно, как надо делать, да? А вот у них длинная дорога. А если длинная дорога, говорят, возьмите провизию. Так к чему это я говорю? Очень может быть, что-то склонность такая, что свидетели могли бы сказать. Я, честно говоря, я видел, я идти не могу, у меня ноги болят. Ну, не можешь идти, оставайся дома. Говорят, не-не-не, это неправильно делать. Надо брать его, сажать на осла. А либо человек говорит, послушай, я не могу идти, почему? Ну, тут известные дороги, засады все время делают и пытаются ограбить. Говорят, нет, ты обязан идти, возьми с собой палки и обороняйтесь. Я его говорю, слушай, тут идти вообще, тут полтора дня идти надо, или я не знаю, полдня идти надо. Я же не дойду, а что я есть? Будут говорить, ничего не мыть, а дадим мезонот. Кстати, говорят, мезонот на современном, как бы, ну, в таком галактическом языке. Что означает мезонот? Мезонот, это означает... Мезонот. Что-что? Продукты, продукты, типа мучные продукты. Правильно. По-русски, такое слово есть забавное, выпечка. Правильно? Вот эта выпечка, сейчас, когда говорят, вот человек читает, например, человек хочет понять. Варименный мезонот, да. Да, он что-то съел, съел, и он должен делать благословение после еды, да? Берхат Амазон, как он читает. Либо он читает Берхат Амазон, если он съел хлеб. А второе по силе, это мезонот. Мезонот, он съел булочку. Ну, опять, булочку такую, которая пирожок, предположим. Тогда он читает, вот есть, называется Мейн Шалош. И это читает про мезонот. Человек зашел в некоторое заведение, там продают пиццу. Если там не висит на главном месте, написано, это пицца, и будет написано, это мезонот. То есть, она сделана из таких продуктов, ингредиентов, про которые удостоверенность, что не надо читать Берхат Амазон, можно читать мезонот. Но вот здесь вот мезонот, это имеет в виду пропитание, да? Кстати говоря, как, наверное, будет буфет? Мезонот. Мезонот – это буфет. Вот есть известный на всю страну мезон буфет в Кнессете, в парламенте, где, говорят, решаются все спорные вопросы. Сидят там что-то жуют, заодно заключается в соглашении. Ну, это очень известный мезон. Окей, ну, это так было на полях. Дальше, ша-аль. Ша-аль. Мехаллах Лайла вейом Михаллин эт хашабат вейо цинь леадут хаходыш шенеймар. Да. Да. Ша-аль. Мехаллах Лайла. Ну, вот ша-аль. Мехаллах Лайла. Это как бы такая ша-аль. Мехаллах Лайла. Мехаллах Лайла. Что если, если дорога была длинная. То есть он... В ночь? В ночь надо идти, да. Потому что ради расстояния в ночь и день ша-аль. Мехаллах Лайла вейом. Ну, как бы на расстояние или на ходьбу, которая и день, и ночь. То есть, грубо говоря, ради расстояния в день и ночь Мехаллин шабат. Ну, визили падеж так. Нарушают субботу. Нарушают субботу. Да. И выходят свидетелями в месяц. И свидетелями, чтобы засвидеть на новом месяце, да. Сказано, что если он должен идти день и ночь, он может нарушать субботу. Почему? И приводится цитата из книги Ваикра. Да? Как сказано? В 1934. Эле... Эле Маде Ашем. Ашем Ашер тикрау, Отам, Бе Муадам. Мы сейчас не очень понимаем, какая прямая связь. Это нам будет в комментарии объяснено. Ну, а дальше вместе приводится, сказано, вот времена или вот праздники, скорее всего, вот праздники Всевышнего, правильно? А дальше в продолжении стиха написано, которые будут названы, призваны, объявлены, бэмуадам, их времена. Я думаю, что вот тут как бы идея заключается в том, с одной стороны, есть праздники Всевышнего, а каким образом они определяются, назначаются, потому что их объявляют по их временам. Ну, это нужно делать вовремя, в свой срок. Да, надо делать вовремя. А как делать вовремя? Ну, соответственно, надо высчитывать, как высчитывают. А высчитывают вот по этим двум свидетелям. Понятно, что начиная с какого-то времени уже были как бы календари, были расчеты. И тогда, когда приходили эти два человека, сверяли правильно, и они говорят, я вот такого числа мы видели. А Дим, как и второй, говорит. Тогда, наверное, достают как бы расчетные книги и говорят, а, действительно, в эти дни должен был появиться именец. Тогда говорят, а, да, действительно, значит, мы объявляем, что был Рош-Рольф. Наверное, такая идея. Окей? Во всяком случае, важно, очень важно, важно, как правильно сказала Аня, что вот эти праздники Всевышнего, они должны быть в установленные времена. А устанавливаются они по Шней и Дим, как нам здесь объяснили. Окей? Ну, вот хорошо, мы дочитали до конца всю главу. Значит, я отматываю назад, правильно, как мы договаривались. И начинаем теперь сначала. Окей? Хорошо, Ань, ты можешь начать? Да. Ну, а теперь будем читать Раутинка Сыкеат. Так, хорошо. Катур Батура, Ваекра, значит, 23-24. Так, Бэходыш Ашвеи, Бэихат Лаходыш и Елахэм Шабатон. Да. Зихрон Труа, Микра Кодыш. Правильно. Так, значит, в Сынке Ваекра мы читаем Входыш в седьмой месяц, в первый день месяца, и будет у вас, ну, покой что-то. Да, правильно. Покой, Зихрон Труа, как бы, ну, трубление, воспоминание, как бы трубление для напоминания. Да, правильно, молодец. Микра Кодыш, ну, как, священное собрание. Священное собрание. Ну, священное собрание, да. Речь идет про Навалете, то, что сейчас про Росширки, правильно, окей. Потому что напрямую в Торе не говорится Росширка, а сказано, что про Росширки. Вот Росширки. У нас сейчас будут все время аллюзии с тем, что Росширки. Ведь мы, как бы, для этого и стали разбирать Мишну, правильно? Для того, чтобы вернуться к основе, потому что Росширки все время, как бы, делает аллюзию. Ну, как бы, его аудитория, люди грамотные, в отличие от нас. Ну, вот мы решили поправить нашу грамотность, да, и ликбез. И, как бы, теперь мы возвращаемся и хотим лучше понять, о чем говорит Росширки. Именно про это он как раз и говорил. Что в Торе не написано слово Росширка, а написано вот то, что мы сейчас прочитали, книги Ваекра. Окей, и это тоже странно. Так, Вэхэн Котов, Бамидбар, 29.1, и в книге Бамидбар сказано. Вэходыш, Ашуи, Бэхатлаходыш, Мекрокодыш. И в месяц седьмой, первого числа месяца, священное собрание. Ну да, повторяется то же самое, да. Йом Труа и Елахэм, и день Трубления будет у вас. Да, опять, не сказано Росшана. Вот это вот очень важно, что не говорится Росшана. А этот день, он определяется как Йом Труа, а не как Росшана, что вообще странно. Дальше. Так, Хак, Зэ, Некра, Ба Тура, Йом Труа. Этот праздник называется в Торе День Трубления. Зихарон. И Зикарон Труа, да. Зикарон Труа, или Воспоминание. Трубление, Воспоминание, Напоминание. Напоминание. Некра, Бэмишна, Росшашана. А называется, ну, сказано, называется он в Мишне, Росшашана. Шехен, Ламду, Хахамим. Ба Кабала, Ба Кабала. Что-то с Кабалой сейчас не знаю. Поэтому, что так, что так учат мудрецы где-то там. Ба Кабал, не знаю. Ну, в Кабале, наверное. Ну, может, традиция, я думаю. Традиция, в том, что принято. В том, что принято, в принятом, наверное. Так учат мудрецы по преопадению. Традиция. Кабала – это не так, как учатся. Это по традиции. В смысле, тайное учение. В смысле, собралась по традиции. По традиции. Такая традиция принятая, что Росшана. Так. Шеем эхад ба Тешре гу Рошешана. Что день первый в Тешре, это Рошешана. Ладин. Ну, для суда Рошешана. А вот важно, вот это Рошешана ладин. Потому что у нас сначала-то было Арба Рошешанин. Правильно? А вот этот, который с седьмого месяца, то есть Ходыш Тешре, первого числа, это Рошешана ладин. Для суда. Квиши и Вуар. Да. Квиши и Вуар. И Вуар. Вуар, Бумишна, Бет. Как объясняется в Мишне? Как будет объяснено, да, в Мишне Бет. Совершенно правильно. То есть мы видим отсюда, мы видим отсюда. И поправьте меня, если я неправильно понимаю. Мы видим отсюда, что название Рошешана и вот этот Рошешана ладин, ладин, это из массоры. Это из того, что выводит Хохамин. А напрямую в Торе, то есть Мидарайт, это не написано. Не написано, что... Да, неправильно, правильно, да. Да, вот это интересно. Это тоже обсуждал. Там интересно будет дополнение, ну, вот в этом тексте. Да. Умнам, Паамэхат, Нискар, Рошешана, Гамбатанах. Однако, действительно, однажды упоминается, ну, вот это слово, выражение Рошешана в Танахе. Это тоже Рошешан, я написал тоже, да. Хискель 41. 41, да. 41. Аваль, Шамнаймар. Там сказано, в Рошешана, вот 10-е, 10-го числа месяц. Ну, да. Калумар, Ше, Медубар, Шам, Аль, Йома, Кипурим. Ну, да. И очевидно, очевидно, что сказано там про Йома Кипура. Ну, да, то есть не про Рошешана, а про Йома Кипура. Так, в Маше Катуф, Барошешана, Перушо, Книрэ, Батхилат, Ашана. Ну, да, потому что, непонятно, мы-то привыкли, что говорится Рошешана. И что, значит, у Маши Катуф, и о чем, и там, что написано Рошешана, объясняется, что, как очевидно. Это начало года. Начало года. Ну, да. Потому что, как это неочевидно, непонятно, слово Рош, голова. Почему надо называть головой года? Он был называть Тхилаташана, но тем не менее называется Рошешана. И Рошешана, это Тхилаташана. Да, правильно. Так, ну, Хамим Амру, Арахина, ну, это трактат Арахина, это тоже магический трактат Арахина, то и це поясняют. Ше Айта, Зу, Шнат, Ювэль, что это был год юбилейный. Да. В Йома Кипури, Мшебе, Шната, Ювэль, Авгу, Некре, Рошешана. А Йом Кипур, который в юбилейном годе, он называется, так же он будет называться, он назывался, назывался Рошешана. Вот так. Ну, это какая-то хитрость, что Йом Кипури в Йовэле называется Рошешана. Ну, так, есть такая тракт. Мудрецы же говорят, что год, о котором говорит Ехэскель, был Йовэлем. А, это Йовэскель. Ну, вот и почему он называет Рошешана. Пром сказано, что это 10-го числа было. Они объясняют, что это был Йом Кипур, но в юбилейный год, а в юбилейном годе это тоже называют Рошешана. Ну, не так. Ну, будет описано, почему... Смотри. Была такая тракт. Это здесь комментатор, Раф Юн Кипури, он объясняет, каким образом цитаты из Йовэльскеля, говорящие про Рошешана, Абьюэль, она, тем не менее, да, связана с Рошешаном. Хотя это был Йом Кипур. Так, Шехен, Нуагима. Бо, Даткуа, Ваидпалель, Молхиот, Молхиют, Молхиют, Зихронот, Шефрот, Момбэ, Рошешана. Так, значит... Ну, хорошо, да. Почему, да, почему юбилейный год назывался, как он назывался Рошешана? А потому что... Почему в Йом Кипур, почему в Йом Кипур, в Йовэль, он назывался Рошешаном? Потому что, поскольку принято было, принято было трубитрубление и молитва, наверное, царская или за царской... Ну, вот, Молхиют, Зихронот, Шефрот, это вы знаете, в Рошешана есть три как бы части, три части, как раз вспоминает. Молхиют, Зихронот, Шефрот и все отрубления в Шефар. И в Йом Кипур, в Йовэле, проводят, проходят, делают подобную же церемонию. Там тоже есть Молхиют, Зихронот, Шефрот, поэтому по этому признаку это похоже на Рошешана. Вот, по-моему, это вот такая логика. Ну, значит, видимо, да, так, значит, так и есть. Молхиют, Рошешана, так же, как Рошешана. Так, как будет сказано в нашем трактате дальше, Гимельный. Да. Хорошо. И так же мы в Туре мы находим, Шеходэштишрейгу Атхилат Ашана. Да. Это что мы на Туре мы видим, что Месистишрей, это начало года. Шенэйма. Книга Шмот, 23.16. Вахак. Осиф, осиф. Осиф, бацет Ашана. И праздник, ну, как получается, собирание там, мы видим, плодов. При исходе, при исходе года. Вот так вот. Да. Переводят. Так, ВКН Неймар. И как же так же написано, книга Шмот, 34.22. Да. Вахак. Осиф. Ткуфо, ткуфата Шана. Да. Значит, праздник, как бы, собирание, видимо, урожая. Это, как переводится, как поворот года переводится. Ну, да, это все на ту тему. Ну, почему, почему, как и Тишвей, почему Тишвей, это Тхилата Шана. Это все доказательство, почему, почему в Йомри решен, на ходе Швей, ходе Штишвей, это Тхилата Шана. Это вот все, это все доказательство. Ну, да, да, ну, понятно. Водаршу, в Иерушалме. И, значит, спрашивает, утверждается в Иерушалме, ну, в Иерусалимском Талмуде. Да, в Иерусалимском Талмуде спрашивается. В какой месяц, в котором есть праздник и, как бы, ткуфа? Ну, вот это вот какой-то срок или установление срока? Я знаю, потому что эти вот 10 дней, наверное, я думаю, вот это вот. А, равнодействие, не, не, равнодействие, равнодействие. А, по равноденствию, так вот, да. Праздник, равноденствие и собирание, ну, имеется в виду, собирание урожая. Кстати, я знаю, что такое равнодействие. Это луной, что свето, нет? Что? Равноденствия нет? Это, ну, когда день равен ночи. О-о-о, день равен ноте. Весной, да-да-да-да-да-да-да-да. Да, правильно. Примерно по 12 часов, и день и ночь примерно. Ну да-да. Хоть вопрос, какой это месяц, в котором... В котором есть и праздник, и вот это равноденствие, и... Иосиф, иосиф, иосиф... И сбор урожая. И сбор урожая, и шнат, и шавашана, июцадбой, и в котором год как бы выходит... Ну, исход года. И исход года. И исход года. Так. Авеомэ. Ну и тебе следует сказать, что какое это? Следует сказать, за тишрей. А это тишрей. Это все доказательство по поводу того, что это все тишрей. Окей? Так, микан. Шеламинян. Шеламинян. Шеламинян шаним. Шаним. Муним. Меходэш тишрей. Да. Отсюда подсчет, подсчет годов считается от месяца тишрей. Да. Правильно. Так. Ходэш зэ гугам адхилат шана. Ахаклайд. Ахаклайд. А также этот месяц, начало сельскохозяйственного года. Правильно. Отмечайте тишрей. Кэ-бэ-кэ-мэ-вэ-ар-бэ-мэ-мэ-шна-тэйну. Как рассказано в нашей мишне. Правильно. Так. Нигба-галаха-кэ-рэ-би-э-э-зэ-рэ. И установлена, так устанавливается галаха-пэ-рэ-бэ-э-э-зэ-рэ. Пэ-рэ-э-э-зэ-рэ. Да. Который утверждал, что в тишрей был создан мир. А не, как рабе Ё-ошо, который был в Несане. Умитох кахну агим лома бэт-филат рошешана. И так установлено, принято говорить в молитве рошешана. Правильно. Это день начала деяний. Твоих деяний, воспоминания о первом дне творения. То есть Аллаха, Данпучит Филот, идут по Рабелезову, повторяя его идею о том, что этот день, а именно первого тишре, за Йомхилат Масэ. А именно начало творения. Аслан, по-моему, выпал. Или он уже ушел. Он бы выпал, удалился, не знаю. Но он физически не присутствует. Если это случайно или нет. Но если можешь, читай дальше. Ну хорошо, ладно. Однако, для подсчета месяцев года, Ниссан, он первый месяц. Да. Барам это мы говорили. Барам это, в общем, либо однако. Так. Шанэймар. Шмот 12.2. Месяц это для вас начало месяцев. Первый он и среди месяцев года. Так. Калумар. Ахо дэшзэ, как сказано, то есть этот месяц будет обна Исраэльм и Митсраэм. Поскольку, то есть в этом месяце. В котором? В котором? В котором мы в этом месяце вышли на Исраэль из Митсраэма. Правильно. Буа Ходыш Аришон, Ламиньян Ходаши Ашана. Это был первый месяц для подсчета месяцев. Для отсчета месяцев. Ну вот такая хитрая система. Мне, на самом деле, до сих пор не очень понятно. Потому что, как бы, получается, как бы странное раздвоение. Что года считаются с Тишрея, а месяца считаются с Ниссаном. Как-то странно, да? На самом деле, видимо, ну, как Раф Ширке правильно написал, что, с одной стороны, более древний календарь. Он же приводит о том, что Сарь Хамурапи там, Сарь Хамурапи что-то там кому-то писал. У них там тоже начинался в Вавилонии с Тишрея, с осени начинался год. А потом уже такой более, собственно, такой, как сказать, хедуш, так сказать, из-за еврейский. Это именно что весна. Весна, да. Вот этого было не только изменение. Поэтому это как бы оставили и то, и другое, более древнее. То есть по прямому смыслу как бы не очень, по прямому смыслу как бы, по прямому смыслу не очень понятно. Потому что если назначили, что года считаются с Тишрея, ну, по-разному, Тишрея месяц, я теперь говорю по-простому, как, скажем, хорошо, как к нам было привычно. Скажем, 1 января – это Новый год. Ну, хорошо, значит, первый месяц – это январь. Никому не приходит в голову считать года с января. А месяца считается с чего-то другого. И никому в голову не приходит. Ну, как бы у евреев, что оно вот, как бы, это было разделено. Что года считаются с одного, с Тишрея, а месяца – с Миссана. Ну, это странная система. Ты понимаешь, что Раб Шеркет мы читали, он объясняет это и все, что должны были сделать хедуши, все. Но как-то мне кажется, это нетривиально. Не, ну, почему? Допустим, человек живет по одновременно, человек религиозный еврей, но при этом он живет, допустим, в Европе. То есть года-то считают, он привыкся, он 1 января для него будет. На работе он будет по 1 января считать, начало года европейского. А у себя там в синагоге он будет считать, что все равно еврейский. Это техническое по отношению к среде, в которой он живет. Тишрея и Ниссана – это чисто еврейский отчет. Ну, как бы это в еврейском кольдаре принято. То есть принято две системы отчета. Одна система идет от Тишрея, а вторая идет от Ниссана. Вот эта вот фраза, действительно ключевая фраза. Аходыш азе лахэм рож хадашин. Аришон у лахэм лэ хучэ ад шана. То есть хучэй шана и шана. Шана с Тишрея, а хучэй шана с Ниссана. Ну, что делать? Значит, такая вот... Ну, хорошо, да. Окей. Так, гуа худэш аришон, а лэ миньяна худэше шана. Так, первый месяц для отсчета месяцев года. Микан, гам, эхат, бэнисан, рож ашанаву. Однако в Ниссане также это рож шана, Ниссан. Рож ашана, лэ мальхуд, Исраэль. Ну, да. Рож шана для царства, для израильского царства. Для царей считается с Ниссан. Если говорится, этот царь царствовал там столько-то времени. Но вот это вот время у него отсчитываются... Получается, хотя бы он даже за месяц воцарился, хотя бы за день до начала Ниссана, то он уже, получается, ему как год засчитывался, получается. Да, такая скитрая система. Да, лэ махуд Исраэль. И также для, ну, как, праздников, дат праздников Израиля. Так, шеэм, зэхар лицаат митсраэм, лэ гюлат аам. Поскольку это воспоминания об исходе из Египта и об освобождении народа. И рожь шана еврейских праздников, которые все являются напоминанием об исходе Египта и освобождении еврейского народа. Да, вот эта вот тема, по-моему, тоже у Рава Шерки, она проходила. Почему должно быть связано с Ниссаном? Потому что Ниссан, Ниссан, это начало освобождения еврейского народа. И эта тема выхода из Египта, она проходит в красной линии, везде упоминается, во всех праздниках. Поэтому важно было привязать это к Ниссану. Это такая логика. Наверное, да. Наверное, да. Потому что все муады Исраэль, они все так или иначе связаны с Ициат Митсраэм. Поэтому важно было привязать это к Ниссану. Наверное, так. Да, дальше вы от... Можно вопрос? Да, Саша. Я, может, что-то путаю, но при выходе из Египта, вот как раз в Ниссане, была дана заповедь о календаре. Так? Нет, подожди, почему календаре? Вот была вот то, что здесь написано, вот эта вот фраза. Месяц – это для вас начало или голова месяца. То есть Ниссан. Он... Нет, нет, я о другом. Я о другом. Заповедь о календаре. Вообще заповедь. Когда была дана? Евреям. Вот это специфическая заповедь евреям о календаре. Я так помню, что это было вот как раз при выходе из Египта. Если ты говоришь, что написано в Торе. В Торе написано про отсчет месяцев. Про Тишрей, про Тишрей, про Тишрей. Вот то, что нам здесь говорили цитаты, это написано из книги «Воекра» было. Книга «Воекра» говорит. Опять там книги «Воекра» говорится про то, что будет торжественное собрание в первый день месяца Тишрей. Причем нигде не говорится о том, что это с каким-то началом связано. Сказано, что это будет трубление. И дальше делают некое умозаключение о том, что скажут, что все будут проходить. И уехескины сказали, что они проходят. То есть как бы это связано с... Первое число месяца Тишрей связано с созданием мира, с творением. Это первый день творения. И поэтому это отчет годов. Но на прямой день не написано. Ну ладно, я не помню, как... А мы вот так, на прямой день не написано. Я просто помню, что вот меня когда-то учили, что при выходе из Египта была дана первая заповедь евреям. Это заповедь Палендаря. Ну подожди, это все правильно говорили. Только вот эта вот фраза, вот эта вот, «Ахо де шазе лахэм рош хадашим». Но это отчет месяцев. Не отчет лет, отчет месяцев. Ты правильно говоришь, это отчет месяцев. Я вам... Сейчас, Натан, я немножко не об этом. Вот была сейчас в этом занятии сказана фраза, что все время мы, так сказать, вспоминаем о выходе... Да, да, да. Так вот, имеется в виду, как я всегда считала, что почему всегда все эти Муадим связываются с выходом из Египта, потому что именно тогда и была дана заповедь, как свободным людям считать попут вообще о календаре. И вообще любой календарь еврейский, он в принципе связан с исходом из Египта. Это с Манхерутейну. И именно поэтому мы всегда в любой праздник, который мы отчитываем по еврейскому календарю, мы всегда это повторяем. Правильно. Я всегда так думала. Правильно. Может, я не права? Не-не-не, ты правильно говоришь, но только мне кажется, что все, что ты говоришь, правильно. Но проблема в том, что в истории нигде не написано про ходы штишрей, что это начало годов, что это начало новолетия. Вот это надо как-то объяснить. Нет-нет, я тут не возражаю. Я просто вот была фраза о том, что почему мы в любые, так сказать, эти праздники говорим с Манхерутейну и так далее. Я всегда считала, что это связано, потому что Керутейну – это наш календарь, и поэтому все праздники мы, естественно, связываем со свободой. Да? Нет? Вот что я имею в виду. Это и здесь говорится. Это и Рахминка скажет в комментариях, он говорит то же самое, что говоришь ты. Мы с тобой все равно согласны. Окей? Ну, наверное, я говорю то, что он говорит, он, а не наоборот. Ты говоришь, да, окей. Ну, хорошо, извините. Не-не-не, все правильно, все хорошо. Окей. Ань, читаем дальше. Да, не, ну на самом деле я тоже что-то подобное слышала, что да, вот когда Всевышний показал Моисею на вот этот месяц и сказал, что вот этот месяц для вас будет начало месяцев, что-то такое я тоже слышу, что это типа была первая заповедь, именно вот что-то такое связано. Да, 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 ну это то, что Равчерки пишут. Слушай, может там как бы начало было. Типа вопрос на затыпку, а какая была первая заповедь именно данной именно конкретно евреев? И вообще всем людям было сказано, плодите, все равно нажайте. Это вот первая заповедь всем людям. А вот евреям конкретно было сказано вот это вот, вот вам месяц, вот считайте, значит, насколько важно. Насколько важно устанавливать сроки там для праздников. Даже сказали, что можно субботу нарушить, чтобы пойти и засвидеть на начале месяца. Помнишь, эта фраза была в книге «Год мой» и говорится о том, что народ, который выходит из исторического арена, первое, что он должен делать, он должен завести свой собственный календарь. Это вот то, что сделали ивреи. Вот это вот, я фразу эту из книги, я это помню. Все на эту тему, все правильно. Окей? Дальше читаем? Да, дальше читаем. Так, где мы остановились. Так, вот. Годшинь. Так, это у нас было. Годшний. Годшний. Рашишинь, Монэ, так, Мишнатый, Рошашанале, Масар, Багима, Рошашанале, Иланут, Кофи, Ши и Вуэр. Так, и второе, Рошашанале, Рошашанале. Нет, еще два. Еще два. И Рошей, Шаним, Рошей, Шаним. Еще два новолетия. Два Рошана. Которые упоминаются в нашей Мишне. Нет, Монэ перечисляет. Перечисляет. Перечисляет, упомяну, перечисляет. Да, Монэ перечисляет в такси. В такси. Просто по-русски называют. Счетчик, Монит. Счетчик, правильно. Монэ, это счетчик, правильно. Такси же называлось. Да, 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 да. Так, и значит так. Значит, перечисляется. Это Рошашана для Масара скота. Да, и Рошашана для плодовых деревьев. Правильно. Как согласно объяснению. Нет, как будет объяснено дальше. Как объяснено, да. 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 Четыре, ну, отсчета новолетия. Вот эти там, правильно, новолетия. Четыре. Вот четыре отсчета новолетия. Да. Вот. Арба, Арба, Тарихим, Гэмбэшана. Значит, четыре, ну. Срока даты. Четыре даты. Четыре даты в году. Ну да, четыре Нового года, это четыре даты. Четыре Нового года. Шеколь эхат баэм, ву рошашана лэ иньянин. А вэ мэ фуратанин. Мэ фуратин. Лэ инь фуратин. Мэ фуратин. Так, аж каждый из них, это Рошашана для, ну, как бы, для конкретного, для конкретного... Да, для конкретных дел. Это для десетин, это для царей, это для деревьев и так дальше. Да? Вот они сейчас и перечисляются. И вот и далее. Так. Кэхат баэнисан, а вот следующее, как мы читали. Кэхат баэнирошашана лэ малахин, вэ лэ лэ галин. Значит, в Нисане рошашана для царей и для праздников. Баэхат баэлули рошашана бэ масэр бэ нема. Ну, как и говорили, значит. А в Элули рошашана для масэр... Ну, вот это вот теперь, ну, вот это можешь не читать. Хорошо, ладно, ну, не хорошо, ну, просто так уж пришлось. Ладно. Хорошо, значит, так. Вот тут, правда, какая-то хитрый рассказ, я-то на нем зависла. Пожалуйста. Про счеты этих самых. Хорошо. Ашана лэ малахин, значит, годы, это вот, новолетие для царей. Так, ламиньян шнот малахут шэль малахэйзраэль. Правильно. Подсчет годов царства царей Израиля. Да. Шэим умлих, умлих, мэлэх, баэхат. Нет, умлах. Что если помазан на царство, либо царен на сколько? Ну, хорошо, умлах, я так тебе сказала. Да, да. Если воцарился царь, бэхат бэхадашэшана, если воцаряется царь в один из месяцев года, Я думаю, не так. Какой бы месяц не был Каранова Новый Царь, когда проходит... Сбежащего первого Ниссана начинается второй год его царства. Начинается второй год его царства. А со следующего, третьего и так дальше. То есть Ниссан является точкой отчета. Неважно, когда его посадили в Адар, но читать у него будут с Ниссаном. Так, хорошо. Багмарал, он, Дима, Зе, Мин, А, Котов. Да. Значит, в Гамарятах учатся это из Писания. Да. Малахим, Малахим, Алиф, это 6,6,1. 6, по-моему, да, 6,1. В Эге башмуним шана в арбаам и от шана в сэдм на Исраэль мэрс митраэм башана арвеид баходыш зив уходыш ашиним лэм лох шлому алисраэль. Так, значит, так, это в книге Малахим сказано было в 480-й, получается, год по выходе Израиля из Египта. Правильно. В год 4-й. Месяц изив. А, подожди, к месяц изив. Это ходыш в месяц 2-й. Вот по воцарению шлому над Израиль. Да. Ну, смотри, давайте я прочту, чтобы мы не запутались. Писание указывает здесь на аналогию между отсчетом лет от исхода из Египта и отсчетом лет сасмешлому. Как первый, в смысле... Ну, подожди, а почему-то проблема-то я тебе прочту. Хорошо, да. Макиша, Катуф, Малхуд, Шлома, Мецеат Мицраэль. Подобляет писание здесь воцарение Шлома в исходу из Египта. Да. Ма и Цеат Мицраэль Минесан, а Мальхуд Шлома Минесан Немнот Ше... Скажу. Ну, те... Шноты. Макиша это приравнивает или аналогично? Макиша приравнивает, да, я посмотрела уже, да. Как выход из Египта с Ниссане, в Ниссане или с Ниссана, так и Малхуд, Малхуд, Шлаф, Шлома от Ниссана. Миннот отчитывается, отчитываются их годы. Ну да, то есть это доказательство того, что читаются, годы царей читаются от Ниссана. Да, Навкамин. Навкамин, это что, я забыла, что у нас... Ну, Навкамин это практическое следствие. А вот и практический вывод. Он будет пример приводить. Да. Айоцеа. Айоцеа, лану, мезе, галаха, лэмасе. Он объясняет в кавычках, что означает. Выводится отсюда для нас практическую, получается, практическая такая галаха выводится. Да. А вы шторот. Ну, шторот, вообще шторм, в современном мире, это банкнот. Но здесь это имеется документ. Долговая расписка. Долговая расписка. А здесь имеется в виду любые датировки документов. Ну да. Слушай, давай-ка мы на этом остановимся, потому что там хитрый дед пройдет. Ну пожалуйста, хорошо, давайте на этом остановимся. Я уже глаза слипает. Я понимаю, да, я с тобой согласен. По-моему, мы вполне интересно посмотрели. Мне кажется, ну можно будет потом еще это обсудить в чате, но мне кажется, может быть, имеет смысл параллельно к Раву Шерке, его как бы идеологическим концепциям, может быть, правильно какое-то время читать эту Мишнурову Шана, для того, чтобы понимать, откуда он вообще начинает свои построения и как бы свою идеологию. Основа этого Мишнает. По-моему, это так. Все это тоже интересно, все интересно. Да, окей. Ну хорошо, все, молодим, ла симха, шкафра, ушана раба. Мы в преддверии праздника Шменяцера, тон же симха, тура. Можно сказать уже хак саме. Все, всем счастливо. Пока, все вот, то вот, пока. Хак саме, авто дараба. Да, счастливо, пока, пока, пока. Пока, счастливо. Счастливо.